Друзья, здравствуйте. Знаете, многие задаются таким вопросом, мол, а каково играть на Блэк Раше, что с тобой вообще происходит и так далее, как это вообще все происходит. И по-моему, ролик о том, что вообще на Блэк Раше есть такого, вот когда я приходил и когда я вот снимаю до сих пор и вообще как там, что, откуда, где, зачем и почему. У меня такой ролик, насколько я могу понимать и помнить, он есть. Насколько вообще, по крайней мере, я могу все это помнить. Но сегодня я бы хотел вам рассказать о том, что происходит с тобой, когда ты играешь на Блэк Раше больше полугода, что тогда происходит, что вообще с тобой делается, что кто ты, кем ты становишься после всего этого и так далее. Давайте приступим. Семь месяцев назад, когда я был на пике своей активности, Блэк Раше предложила мне снимать у них. Я согласился, я перешел, потому что я сам скачал, сам попробовал, сам попробовал поиграть, сам попробовал все поделать, получить лицензии, делать все прочие вещи. И я понял, что да, это тот самый сервак, на котором я в данный момент хочу играть. Это тот самый проект, у которого большое будущее. Это тот самый проект, который уже успел себя зарекомендовать, порекомендовать, посоветовать и сделать все прочие вещи. И я подумал, да, это именно то, что мне нужно сейчас. Это именно то, для чего я тут. Это именно то, с чем я смогу работать. Это именно то, ради чего вообще стоит делать ролики каждый день в 20.00. Но сейчас вы можете сказать, мол, у тебя ролики выходят абсолютно точно не каждый день и не в 20.00. Что же случилось? Неужели всему виной Блэк Раше или какие-то другие жизненные обстоятельства? Что это такое? Объясни нам всем. Мы ждем, мы не понимаем, мы хотим все это понять, но не понимаем, что происходит. Расскажи. Я могу вам все это рассказать, я могу вам все это поведать и сделать все прочие вещи. Так вот, все дело в том, что когда ты очень долго играешь на Блэк Раше, заходишь туда каждый день, получаешь Payday, прокачиваешься, пытаешься идти в какие-то организации, пытаешься делать все прочие вещи, то жизнь летит мимо тебя. Ты не замечаешь, что происходит рядом, что происходит за окном, что происходит даже, допустим, в твоем городе, что происходит в твоей квартире и так далее. Ты ничего этого не видишь, ты видишь только свой телефон, на котором запущена Блэк Раше на сервере Индиго. И когда ты вот все это делаешь, когда ты обозреваешь скины, когда ты начинаешь обозревать машины, когда ты все это делаешь с таким упоением, с таким кайфом, когда тебе все это нравится настолько, что ты уже просто не можешь. Ты думаешь, да, вот оно, вот Блэк Раше, вот то, что мне нужно, вот то, что мне всегда нужно было, да, это именно то, что я сейчас хочу. Это именно то, где я сейчас хочу играть, это именно то, с чем я сейчас хочу иметь дело и так далее. Но потом приходит осознание того, что, возможно, слишком много серверов открылось, и твой сервак 11, на котором ты начал играть, который вообще был самым последним в списке, сейчас он где-то посередине. Возможно, даже не посередине, а чуть дальше середины, и ты сидишь такой, типа думаешь, что, как это всё произошло, как это могло произойти? Типа, ты вообще не понимаешь, что это такое, как со всем этим справляться, что со всем этим делать? Ты просто сидишь такой, типа, и думаешь, чего? То есть, это Black Russia? Это вот то, где я в самом деле играю, это то, что... И, типа, то, где я могу поиграть, почувствовать, то, что я могу зайти, и вот это вот, то есть, это то. Это вот прям то, это как фильм Война 2, это как фильм Прямая гора у меня, это как фильм Связной, то есть, это то. Это то, что я чувствую, это то, что я осознаю, это то, что я понимаю, то есть, всё правильно я понял? И Black Russia говорит, да, да. И ты уже понимаешь, как ты меняешься, ты уже понимаешь, что ничего не вернуть, всё, ты уже просто в Black Russia. И если вы хотите, так же, как я, просто зайти в Black Russia и просто пропасть там на сколько-нибудь дней, на сколько-нибудь минут, на сколько-нибудь недель, или на какое-то другое количество времени, или на какое-нибудь другое количество времени, я сказал это два раза, то вы можете всё это сделать. Вы можете зайти по ссылке в описании, скачать лаунчер, ввести там мой никнейм при регистрации на 11 сервере под названием Indigo, мой никнейм Данила КПРФ, а так же, достигнув второго уровня, вы сможете ввести мой промокод, хэштег за ДСМ. И после всего этого, вы поймёте, что такое по-настоящему Black Russia, и как она может на вас повлиять. Об вот этом вот опыте использования, опыте эксплуатации Black Russia, вы можете написать в комментариях после всего этого. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока и до свидания.